всем привет друзья я вернулась можно сказать с каникул я была в двухлетних школах одна наша в крыму от интеллектуальных сред и и вторая куда меня пригласили она проходила под дубной и это такой очень большой проект где много участвует людей о том что там происходило что меня удивило вы можете послушать в подкасте который мы записали совместно с юрием юрьевичем витюдневым и он выложен в телеграме у валерии копаневой которая собственно занимается подкастами и записали мы еще несколько подкастов где участвовала и я и другие люди дело в том что мы приехали в москву вот с юрой с моим другом и там была еще одна девушка которая тоже приехала совсем по другой линии но тоже наша знакомая увлекающаяся философии короче в итоге у нас было пять пять человек в квартире из них три гостя и два хозяина и вот мы затусили записали несколько подкастов было очень весело я оставлю ссылку в описании и вот в этой летней школе под дубной я не прочитала одну из заявленных лекций как раз таки это была лекция о смерти моими я подумала что во первых это хороший повод для того чтобы все таки поговорить об этом авторе и кроме того вы просили разобрать его произведение бремя страстей вы можете говорить моим можно говорить ему м это моим это на французский лад дело в том что англичанин по происхождению он в общем-то довольно близок именно к французской школе литературы и он жил долгое время во франции и довольно часто я слышу именно о книге бремя страстей человеческих от разных людей которые не очень сильно погружены в литературу но вот это видимо какое-то такое все еще топовое произведение но нужно сразу сказать что сам моим он очень неровный на выезде у нас было много времени поэтому я прочитала его произведение театр я вам его рекомендую она отлично она отлично написано и также у него есть луна и грош который мне тоже очень нравится но и в целом вы можно сказать что когда он пишет о художественной среде луна и грош это про художников про гогена на самом деле который был прототипом его главного героя театр это про театр про актрису и у нее очень хорошо получается вот этот жанр описание искусства человек искусства мы еще поговорим о том почему это так но также у него есть произведения которые менее интересны и могут вызвать какие-то вопросы ну скажем они более такие проходные мы поговорим о немножко художественной составляющей и немножко об идейной составляющей это будет такая философская художественная составляющая идейная потому что мы поговорим об определенном течении которые есть и философии и в живописи в литературе и в музыке а если говорить о стиле моем а то тут в целом нечего бубнить нечего рассусоливать и размусоливать потому что стиль него такой бодрый плотный хороший и там нет вот тех речевых экспериментов которые мы обсуждали в произведениях саша соколова произведениях сорокина пелевина то есть это вот прям классический хороший текст где есть описание они внятные они понятные они сразу дают представление о том где что у как почему зачем каким образом при этом здесь нет перегруженности как например в текстах гюго хотя его очень люблю ребята но есть перегруженность в текстах толстого вообще реалисты вот они как правило склоняются к таким очень 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 подробным описанием вот у моем а этого в принципе не так много и в то же время не так скупо чтобы мы вообще не могли понять и там прочувствовать какой-то вайп атмосферу того что написано и давайте просто откроем первые строки для того чтобы вы поняли о чем я говорю день занялся тусклый серый тучи повисли низко воздух был студеный вот-вот выпадет снег в комнату где спал ребенок вошла служанка и раздвинула шторы она по привычке откинула взглядом фасад дома напротив оштукатуренный с портиком и подошла к кроватке вставай филип сказала она откинув одеяло она взяла его на руки и снесла вниз он еще не совсем проснулся тебя зовет мама отворив дверь в комнату на первом этаже няня поднесла ребенка к постели на которой лежала женщина это была его мать она протянула к мальчику руки и он свернулся калачиком рядом с ней не спрашивая почему его разбудили женщина поцеловала его зажмуренные глаза и худенькими руками ощупала теплое тельце сквозь белую фланелевую ночную рубашку она прижала ребенка к себе тебе хочется спать детка спросила она голос у нее был такой слабый что казалось он доносился откуда-то издалека мальчик не ответил и только сладко потянулся ему было хорошо в теплой просторной постели в нежных объятиях то есть смотрите здесь очень ровненько очень гладенько нас есть все необходимое для того чтобы проникнуться вот этой сцены а именно здесь есть описание антуража тусклый день низкие тучи за окном фасад дома а штукатуренный и так далее но это очень мягкое такое описание без каких-то него невероятных фонтанирующих сравнений и чего-то такого дальше у нас есть некоторые маленькая история в которой уже в себе содержит что-то там намечающуюся какую-то проблему потому что мальчика разбудили непонятно зачем мама говорит каким-то слабым голосом явно нас ждет какая-то и трагическая развязка кроме того здесь есть есть и чувственный аспект говорится о том как ему было тип какой у него теплое тельце как ему было сладко сладко он потянулся как ему было тепло хорошо уютно и вот еще из создается контраст за счет вот этого переживания этих событий которые мы как взрослые читатели понимаем что они происходят именно болезнь матери легко ровно буквально там на кончиках пальцев он описывает нам ситуацию и в этом смысле конечно читать его очень приятно и достаточно нетрудно но другой стороны конечно если вы ищете какого-то новаторство каких-то невероятных описаний какой-то очень уж особенно специфической атмосферы то здесь этого всего не будет читается он в том числе ровно за счет того что это текст биографический и вот здесь моим следует своему такому духовному учителю сэнтбёбу который изучал литературные произведения с точки зрения того кто их создавал и он считал что это новый такой подход важный не как до этого предлагалось исследовать литературу с точки зрения вклада в историю и культурологического там социального политического значения а тут как бы важно биография автора на что это был за человек вот моим он пишет изнутри биографии у него такие достаточно биографические работы конечно если мы посмотрим например театр там дается небольшой такой эпизод хотя поясняются все этапы которые привели к этому эпизоду но тем не менее все равно это как бы некий факт биографии выдуманного персонажа а ну например в луне и грош там используется реальная биография и вот этот биографический метод он оказывается достаточно интересным достаточно удобным для читателя потому что ну во первых современный читатель и современные для моим и читателя читатель ориентирован на себя это уже не какие-то древние времена когда общество государство может быть да было на первом плане это время когда уже каждый думает по-своему или хотя бы о себе поэтому читать конкретную биографию конкретного человека достаточно легко и понятно по сути через единицу через индивида он стремится показать те или иные аспекты общества во первых а во вторых искусства и вот в бремя страстей человеческих мы видим буквально биографию она правда не кончается смертью но она кончается как бы завершением никаких скитаний поэтому собственно это бремя страстей человеческих это и есть что то что человек несет через свою жизнь но до тех пор пока он там не доходит до определенной точки да он скажем так нашел себя и нам повествует эта книга вот начиная самых первых каких-то впечатлений о жизни молодого человека филиппа который сменяет несколько профессий у него есть несколько разных увлечений и он не может определиться в жизни что в общем то я думаю довольно актуально для современного человека здесь отражается с одной стороны психология с другой стороны социология и культурология потому что тот период который описывает моим это период изменения общества когда действительно для многих людей вопрос о том кем быть заново как бы становился если раньше было более-менее понятно ну какой-нибудь например дворянин вряд ли бы задавался вопросом о кем я буду то во времена которые описываются в романе это рубеж веков 19 и 20 сам роман вышел в 1915 году становится актуальным вот этот вопрос вообще для культуры в целом и для каждого находящегося в ней человека ну по крайней мере для тех кто вот находится в таком буржуазном слой населения и конечно же все те события которые с ним происходят на протяжении этого времени также отсылают к тем или иным особенности нравов или тем или иным событиям культурным событиям и также он встречается с различными мыслителями условно мыслителями то есть люди которые транслируют актуальные для того времени идеи ну например там один из товарищей по учебе начать объяснять ему что бога нет и вот филипп заражается интересуется этой идеей он встречает женщину которая его старше и у них завязывается такой роман который сначала романтически воспринимает потом он понимает что в общем-то это женщина дурного какого-то нрава видимо разыгрываются какие-то такие мелодраматические сцены на которые потом сам автор и герой смотрит ну с таким некоторым легким презрением что также отражает нравы того общества потому что женщины начинают так эмансипироваться в то же время на них очень сильно влияет этот сентиментальный романтическая в том числе литература и они свои какие-то фантазии вот таким образом реализуют при том что это церковь например и общество уже не держит их в таких жестких рамках когда ну например они обязательно должны быть замужем или там отец или какой-то старший мужчина обязательно должен контролировать вот поведение барышни нет вот она может позволить себе какое-то такое приключение один из самых интересных для меня эпизодов это то как филипп пытается стать художником здесь моем раскрывает в принципе ту же самую тему которая была в луне и грош но с другой стороны что не имею ввиду дело в том что париж конца девятнадцатого века это место богемной тусовки в том числе художественной богемной тусовки кафе ротонда заседают поэты заседают художники импрессионисты появляются пост импрессионисты и вот как раз там ван гог гоген модельяне молодой пикассо молодой матис это вот все те ребята которые участвовали в этих посиделках разговорах об искусстве какой-то вот такой форме жизни когда не хватает на хлеб но нужно все равно купить масло и кисти и творите потому что творить 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 это самое главное и вот здесь персонаж показан как тот человек который как бы с изнанки да то есть мы знаем матисса мы знаем пикассо и они при жизни смогли достичь успеха мы знаем ван гога мы знаем гогена они не смогли быть достичь успеха при жизни но они все равно великие художники а вот есть те кто пытался и не смог и понял или не понял возможно что чего-то не хватает и вот здесь важный момент мы сейчас перейдем к обсуждению идеологических основ того что нам предлагает моим он описывает эту жизнь такая полуголодное существование и он там пытается вот он учится пытается научиться рисовать с ним также множество людей которые ходят там студии есть учителя вот который как-то помогает и вот каждый из них надеется что из него родится вот этот великий художник стоит вопрос а действительно ли я смогу стать великим художником потому что видите это как бы такой максималистичный подход перед всеми этими ребятами стояла задача стать великим и там как бы не было идеи что они будут каким-то коммерческими художниками хотя по сюжету там один например из них становится плюс-минус коммерческим художником но задача такой не стоит задача стоит достичь звезд и естественно возникает вопрос а что если меня у меня у как у личности нет чего-то таланта музы искры которая может сделать меня великим художником то есть да я готов работать не покладая рук но вдруг это ни к чему не приведет по вторникам и пятницам преподаватель проводили все утро в омитрана разбирая работу учеников сидевшая рядом с филиппом фанни прайс лихорадочно работала и лицо ее позеленел от волнения и она то и дело вытирала руки об халат у нее ладони вспотели от страха вдруг она повернулась к филиппу и бросила на него взгляд пытаясь скрыть свою тревогу сердитой гримасы как по вашему хорошо спросила она кивком показывая на свой рисунок филипп стал и поглядел на ее работу он поразился у нее видно совсем не было глазомера рисунок был совершенно лишён пропорций я хотел бы рисовать хоть на половину так хорошо сказал он ну это невозможно вы только начинаете учиться трудно было бы ожидать что вы рисовали так как я согласитесь ведь я здесь уже два года филипп не мог понять фанни прайс само мнение у нее было чудовищное филипп заметил что в студии и терпеть не могут да и не удивительно она делала все чтобы нажить себе врагов дальше по сюжету подходит учитель и переводчица к вот этой самой фанни прайс и фуанет то есть учитель говорит этой фанни прайс ну что же вы желаете от меня услышать хотите чтобы я вас похвалил не могу хотите чтобы я сказал что это хорошо нарисовано не могу хотите чтобы я нашел в этом как какие-то достоинства тут все неверно хотите чтобы я сказал вам что с этим делать порвите и поскорее ну теперь вы довольны фанни прайса незавидная судьба филипп узнает уже слишком поздно узнает что она живет в абсолютной нищете и у нее долги она голодает она все свое время уделяет рисованию и в конце концов все заканчивается для нее плохо этот эпизод мне показался очень странным потому что человек который очевидно не может добиться успехов в каком-то поприще всю свою жизнь кладет вот на этот успех это было связано конечно прежде всего с социокультурной ситуации которой вот стать тем самым гением стать тем самым великим человеком это как бы единственный вообще возможный путь жизни моим показывает здесь что на самом деле нет самом деле не так поэтому он скорее такой нео романтик чем романтик в чистом виде общество особенно общество художественное подталкивает к вот такому размышлению что да пусть так будет пусть тогда я вот вообще уже не выкарабкаюсь но если есть хоть маленький шанс хотя бы надежда на то чтобы стать великим художником или художницей они это используют они готовы жертвовать своей жизнью ради того чтобы стать вот этим гением почему не получается вот тут мы сталкиваемся с идеологией романтизма который я уже упоминала и сэнд-бёвом опять сэнд-бёв это вот один из представителей романтизма как и все остальные романтики он видит в произведении искусства отражение какого-то особого человеческого дара театре моима его персонаж джулия говорит о том что у меня есть дар я называю это не гением но дар романтизм он как раз стоит на том что есть в мире люди наделенные творческими способностями это великие люди это особенные люди они не похожи на других они противопоставлены массе они как бы немножко возможно одиноки не признаны не поняты тут можно вспомнить знаменитые картины фридриха где визуализирован вот этот образ я против стихии один на один бьют с этим миром романтизм утверждает что это как бы вот высшая точка развития человека развитие его творческих способностей при этом вторая часть романтизма связана с такое стихийно чувственной природой вот если мы почитаем романтиков ну например от философии романтик это шеллинг который был другом гегеля и вот если гегель он топит за рационализм то шеллинг он добавляет разумное конечно же это хорошо но есть еще что-то за ним есть какая-то стихия есть природа которая не вот у гегеля все разумно по шеллингу нет природа она выше разумности в ней есть вот так стихи это мощь какая-то страсть которая не может быть закована в рамки разума это чувственное начало но чувственное не в смысле какого-то там невротическом смысле даже не в смысле желаний каких-то обычных эмоций а в смысле именно какой-то стихии какого-то творческого порыва вот это все не поддается никакому контроль есть те люди которые могут соединиться с этой стихией в них есть это как бы некое природное начало а есть те кто не может этого сделать и как бы они не старались как бы они не верили в то что можно поработать еще потрудиться быть усидчивым стараться и тогда получится как бы они не старались них ничего не выйдет филипп он отличается от фанни прайс только тем что он все-таки осознает свою ограниченность вот здесь конечно моем как бы нам говорит о том что есть и другие пути да он нарисовал прекрасную актрису произведение театр которая ну просто вот она так она конечно трудолюбива но вот у нее есть дар да он нарисовал нам портрет гогена у нее и грош который тоже все готов от всего готов отказаться просто потому что у него есть дар но иногда придется понять что дары не дара нет конечно вот то тот акцент то насколько в романтизме превозносился гений я думаю что особенно в современной культуре это конечно уже несколько утопическая идея потому что во первых очень большое разнообразие всего и оценить кто гениален а кто нет например в современном искусстве гениален ли человек дюшан который решил писсуар поставить в музее сложно сказать потому что критерии размываются и мы видим что вот эта идея какого-то особого дара какой-то гениальности она работает только тогда когда мы понимаем что хорошо что плохо когда есть четкие границы искусства а так как сейчас их нет поэтому сложно говорить о том если у человека дар к чему-то потому что это что-то современном мире может быть совершенно другим нежели мы привыкли но при этом наверное действительно существуют какие-то особые склонности у людей поэтому ну например всегда хорошо и полезно услышать от других людей вот то что фанни прайс не делала она не слышала то что ей говорится то что и говорят люди другие а когда например филиппа он специально спросил после этой ситуации он пошел к своему учителю спросил у него стоит ли ему продолжать заниматься живописью и учитель сказал что ну если есть другая какая-то у вас работа то лучше займитесь ей вот филипп он молодец том что он послушал потому что действительно иногда человек со стороны и часто даже человек со стороны видит и слышит то что у человека получается то что у тебя получается лучше чем это кажется изнутри и нет ничего такого чтобы запрашивать у других обратную связь и понимать действительно ли мне это не только нравится но это у меня еще и получается возможно есть какие-то еще варианты как я могу делать то что мне нравится но так чтобы еще и получалось так что книга это не только интересное но и поучительно если вы хотите чтобы я еще что-то разобрала пишите пожалуйста в комментариях я знаю что там у меня уже большие списки и я довольно медленно создаю контент но я все равно читаю ну как понимаете жизнь у меня разнообразная и мне приходится иногда много ездить или заниматься много какими-то проектами их у меня много всего в жизни очень много но я планирую все равно продолжать в том числе общение с вами спасибо за внимание пишите комментарии ставьте лайки ну и как всегда